Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас еще чуть-чуть счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас. Спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, но и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и верить гиперпозитивам. Фу, ну наконец-то выбрались, думала заблудились. Вот здесь, вдали от городского смога, находится производство ЗАО «Калининская». Я тебя сегодня позвала сюда не просто так. Дело в том, что здесь каждый вторник, четверг и субботат, проходят экскурсии. Ты своими глазами можешь увидеть все производство. Пошли. Мы сейчас с тобой попадем в святая святых, в цех переработки молока. Но, как говорится, как в хирургии, все стерильно. ЗАО «Калининская» беспокоится о безопасности своего сырья. И здесь проходят так называемые пробные дойки. И если, допустим, корова заболела или молоко не того цвета, то она дается отдельно. И ее молоко имитилизируется, и оно не попадает в общую систему. Представляешь? Представляешь? А сейчас идем и посмотрим, в каких условиях содержатся буренки. А то, знаешь, говорить-то можно что угодно, а мы сейчас своими глазами все увидим и проконтролируем. Правильно? Да. Вот так. Условия содержания коров, я тебе скажу, даже лучше, чем удовлетворительные. Во-первых, девчонки обедают всегда. Потом ты заметил, у них нет ни рожек, ни хвостов. Все купируется в детстве, чтобы они друг друга не поранили. Есть вентиляторы, которые охлаждают здесь, понимаешь? На шее у каждого транспондер с информацией, когда родилась, какой удой. Еще смотри, есть. Вон, девчонки кайфуют, видишь? О, класс, класс, класс. А в конце экскурсии всем раздают подарки. А подарки я люблю. Спасибо. Я на тебя взяла. Потом отдам. Отдам, сказала, потом. О, категория CE, длиннобазовая, видишь? Заезжал. Какое счастье, что на Дурмановском 23 открылась категория B, автомат. Специально для нас, для девочек. Очень страшно. Хотя, с другой стороны, ничего бояться-то. Машина, четыре колеса, руль, три педали. А, ну да, две. Присаживаюсь, настраиваем рабочее место, пристегиваем ремень безопасности. А я за ту быху обогнала. Ну и при этом нарушили скоростной режима, знак 40. Превысила, а кажется, что нет, вообще не ощущается. Обратите внимание, впереди у нас четыре полосы для движения. Две лево-право, две в прямом направлении. Мы стоим во второй полосе, знак движения по полосам говорит нам о том, что мы двигаемся. Прямо. Только прямом направлении. Что делать, что делать, что делать? Ой-ой-ой, дяденька, уезжай быстрее, спасибо большое. Что ты там сидишь и улыбаешься? Сейчас ты сюда сядешь, я на себя посмотрю. Зеркало там, нам для чего нужно? Для красоты. Для того, чтобы оценивать обстановку сзади. Пешеходы, впереди пешеходный переход. Божечки, почему они так медленно идут? Пожалуйста, 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 давайте побыстрее, чуть-чуть. Все, можно ехать, да? Продолжаем движение. Дяденьки-милиционеры, что делать? Вот тот, кто придумал автомат, просто великий человек. Ты не думаешь о переключении скоростей, ты не боишься заглохнуть на перекрестке. Вот просто едешь и едешь. Это идеально для нас, девочек. Мне очень нравится учебный комбинат. Вот приходишь сюда учиться, и ты знаешь, что здесь. Квалифицированные инструктора, надежные машины, возможность проверить свои теоретические знания, как в ГАИ. Одним словом, не учеба, а просто шикардос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова